В формате «Культурного понедельника» у меня часто в гостях были авторы-исполнители, барды, и речь заходила в том числе и об этом легендарном фестивале. Но я никогда не думал, что я здесь окажусь в качестве исполнителя. И для нас всех это очень лестно и на самом деле неожиданно. И мы очень признательные Лиде, что она, собственно, ради этого все и затеяла. Нам на самом деле есть много чего рассказать и об истории проекта, и как Ивашенко и Васильев все это писали, как они собирали этот коллектив совершенно уникальный, как они создавали эту махину на Дубровке, потому что технологически такого не было в России вообще никогда. И до сих пор никто эту планку и по материалу, написанному музыкальному, и по созданию площадки так никто до сих пор и не переплюнул. Но чтобы это не была игра в одни ворота, то есть нам есть много чего рассказать, но вы задавайте вопросы, нам будет понятно, что вам наиболее интересно. А, собственно, то, как они писали это и почему они это написали, наверное, лучше всего расскажет Лида. Значит, дело было так. Ивашенко и Васильев, вернее, Алексей Ивашенко, побывал в Лондоне и посмотрел, случайно попал на мюзикл «Мизерабль». Он был совершенно потрясен этим зрелищем. Мюзикл «Мизерабль» написанный, отверженный, написанный Клодом Мишелем Шомбергом. Этот мюзикл идет уже более 25 лет на одной и той же площадке ежедневно, кроме понедельников. То есть сама идея, вот эта экономическая и художественная махина, вот эта мощь произведения так удивили Алексея Ивашенко, что он делился своим восторгом с Васильевым. Васильев, как бизнесмен, выдающийся, талантливый, прикинул, так сказать, экономическую сущность этого всего. И они решили «Мизерабль» поставить в России. Они заключили контракт уже даже с правообладателем, с «Макентошем». И все заверте. Значит, была создана компания «Линк» под это дело, чтобы поставить «Мизерабль» в Москве. И все, уже были вложены средства, компания работала, начались, так сказать, тендеры, кастинги на переводчиков. Кстати, кастинг выиграл Дмитрий Антонович Сухарев, чтобы вы знали, наш выдающийся поэт. Он должен был переводить «Мизерабль» и даже начал его переводить. И тут грянул кризис, 98-й год. И когда посчитали, что к чему, обнаружили, что не окупается, нет смысла экономического ставить... Да, такой бы случился дефолт, вы помните эту всю историю, август кошмарный. И что дальше делать? Проект восстановили. Но поскольку компания уже есть, то решили, что поставят они мюзикл собственного сочинения. И вот, то есть это был в 98-м. Дальше, понимаете, это очень длинная история. Она у меня описана. Можно на моем сайте найти ссылку, где все это очень подробно изложено. Я не буду ее рассказывать. Я расскажу вот с того момента, когда... Вот я уже видела своими глазами, что происходит. В подвале, в тайном и секретном подвале сидел Алексей Игоревич Ивашенко. Перед ним, значит, стояли клавиши. И он сначала одним пальцем, потом двумя, потом он научился всеми десятью. Сидел и сочинял музыку. Время от времени бизнесмен Васильев прибегал к нему, напевал какую-нибудь мелодию. И Ивашенко ее записывал. И вот таким образом сочинялся, мюзикл «Нордос» сочинялся два года. То есть последние сцены были дописаны уже незадолго до премьеры. А в 90-е... И демозаписи первые. Первые демозаписи мы записывали вдвоем с Алексеем Игоревичем. Он пел всех мужчин, а я всех детей и женщин. Потому что в первом акции очень много детей. И позвали меня поэтому. Потому что я выдающаяся певица детских песен. Да. Вот. В общем, все было ужасно весело. Давайте мы споем одну пристань хотя бы. Или жильем. Да. Давайте вот начнем с того номера, с которого, собственно, и мое знакомство с «Нордос» началось. Самое ужасное в этом знакомстве было то, что мне было запрещено строжайше кому-либо рассказывать о том, что мы с Ивашенко делаем в тайном подвале. И я полгода, до тех пор, пока не было официально объявлено о том, что такой проект существует, что он состоится, объявлена дата премьеры, я полгода ходила с прикушенным языком. И даже вот муж вам скажет, что я никому не рассказывала ему, что мы делаем с Ивашенко в тайном подвале. Вот. Так что, дорогие друзья, мы вам... Давайте сейчас отвлечемся от болтовни и споем... Ну, пристань. Можно? Можно. Пристань. Нет, не. Давайте под фанеру. Вот, мы вам сейчас покажем, как звучит оркестр. Как звучал наш оркестр. Это оригинальный оркестр. Оригинальный оркестр, записанный в две времена. Но вы не работаете, да? Сейчас. Нет, я тоже как-то уже. Сидя. Пусть попробуем. Второй ряд, пусть сидя. Второй ряд, пусть сидя. Да, да. Первый ряд сидя. Да, сейчас я прощаюсь. Слышно? А слышно нас будет? Да. А может микрофон тут? А это что? Тут как раз он и есть. Это комер. Ленивые сидят, работяги стоят. То есть, он профессионал, ты же видишь, что микрофон на уровне... Да, да. А? Первый. А вот тот, который сейчас... Сейчас включали. Архангельская пристань. А где он? Да. Давай, круто. Дальше, давай, круто. Мойщико полетает. И коробей. Профон. Канады. Ей, только перекидывай. Сейчас, не две секунды. Тишины. Эй, давай. Море молчит, как рыба, то ветер дунет, и все изменится Море то тише выше, то выше крыши, в совье толпу Шмирит, молчит и ленится, штормой рычит и пенится Белых своих барашков сгоняет в северную длину Утро пропахло ветром, а ветер пахнет лесной морожкой Город пропах рогожей, сырою кожей и табаком Полдень пропах картошкою, полдень пропах окрошкою Хлебом, зеленым луком, копченым салом и молоком Кабаш! За что недозагружено, будем грузить на ужин Чтобы забить все крюмы и утро пашу отправить в море О нашем море не слышит горя, лишь берег хочет Так камни мочит, бурлит, плакочет И знать не хочет про наши беды на берегу Ну да чего же народ кругом, пошел жестокий и обозленный И на нашей жизни сюда петар, кого гляди налетишь на нож Слышно? Все слышно Вернули ножом к почтальонам Убили малого просто так, убили малого не за грош Какой кошмар, и куда же только глядит полиция Ну и дом Давно пора засадить в тюрьму Всех паразитов И всю шпану Саня, иди поближе, чего надулся, садись по куши Бабы, вы что сороки, гляди невого перепугали Вырос отцу помощник, ты ешь картошки, а их не слушай Лучше на всякий случай гуляй пореже за бочагами Там ходят лихие люди, ножами машут размером с локоть А наш хозяин шутить не любит, а наше дело мешки по локоть Чтоб утром пашу отправить в море, а наше море не слышит горя Мурки плакочет и знать не хочет про наши беды на берегу Эй! Море молчит как рыба, покуда ветер не переменится Море ленивым зверем лежит под солнцем и греет ок Ветер сегодня ленится, машки к воде не кренятся Ветер в ушах не воет, и день рассветил, и нам не стоит Боятся горя, боятся бури, по труду в море Глаза зажмурят ленивым зверем, обнявший берег Лежит под солнцем у наших ног Большое спасибо! Нет, он работает на самом деле Прослышите, все хорошо? Мало, мало! Увеличьте! Понимаете, утро начинается с рассвета Некоторые ходили на рыбалку, но в основном спали Мы не будем надрываться, мы будем петь тихо Вам просто надо внимательно слушать Хорошо Дорогие друзья, я напоминаю, что вы активные участники этой встречи Если у вас есть какие-то вопросы Есть у кого-то вопросы, поднимите руки Люди, дорогие Прекрасно, сейчас зададите Но все-таки я на правах Человек, который пытается это все дело как-то вести Не могу не задать свой вопрос Может быть он немножко провокационный будет Но он у меня назрел, и мне очень хочется его задать Потому что Ребята, во-первых, говорили все утро, что они не в голосе Что утром это там не очень как-то Но по-моему все прекрасно, да, и замечательно И все очень хорошо Да Да, но Сразу вопрос, который у меня возникает Вам так хочется двигаться Вот Лидия Чебоксарова точно хочется двигаться Она не сидит на месте, да И вот существует теперь уже концертная версия Вот когда создавалась концертная версия Вот как вы находили внутри себя этот компромисс Между тем, что это театральное действие Мюзикл, шоу, театр И, в общем-то, вот этим статичным Сейчас уже представлением, да, концертным То есть вот как-то может быть Отличает Алексей Росошанский Нет, ну Самое удочное Нет, полно компетентно, собственно Почему Лида все это затеяла, создала, наверное Ответит, а я просто скажу, что Как ни удивительно, спустя десять лет Когда мы начали репетировать Актера никто не помнит Ни движений, ни танцев Единственный не актер в нашей компании Она помнит все танцы То есть начиная от пристани Вы еще не открыли Я работаю в гордости, потому что я все это танцевала Вы-то ходили по сцене герои А почему сейчас? Возмутилась Лидия Чебоксар Главное, что у человека до сих пор В голове все движения танцев Нет, почему мы хотим двигаться, Леша? Потому что мы как собаки Павлова Потому что мы в это время Вот такие вот тюки Бросали Причем на расстоянии было Вот как от меня вот до мужчины Вот Это рефлексы, да Это актерские рефлексы Васильев требовал Учили нас это правильно бросать Это не просто так Это не просто нужно было взять, так и перебросить Море молчит как рыба Но ветер дунет и все изменит Он требовал, чтобы этот тюк зависал где-нибудь Обязательно должен зависать Вот обязательно Иначе Была в голове картинка и как хочешь так и делай А то, что на концертной версии мы не двигаем Да нам просто нас связывало Все внутри Все внутри Все внутри Все внутри, да Но мы двигаемся Все равно двигаемся Дело в том, что Мы как мы не двигаемся Понимаете, что такое концертная версия Она же была создана специально для нашего фестиваля Вы будете страшно их выкатать Но на прошлом фестивале родилась вот мысль Что почему бы не привести сюда музыкальный театр Пусть без декораций, пусть без костюмов Но ведь прекрасный музыкальный материал, который имеет отношение к жанру Ну самое непосредственное К нашему, да К барденскому Его Это революцию в театральном деле совершили барды вообще Не профессионалы в театральном деле Это Ивашенко и Васильев Ну сам Бог велел И тем более, что мы соскучились друг по другу И у нас вот было десятилетие премьеры мы отмечали Мы там встретились Хряпнули и что-то как-то обнялись и решили А почему вот мы с Юрой сидим и говорим А почему нам вот, почему мы не поем с тобой Хряпаем два раза в год И вот это Откуда это? Да И весь материал он в подкорке И вот концертный Мы просто решили, что мы хотя бы музыку сейчас восстановим Вот в себе и для зрителя Хотя бы музыку и текст А уж что там дальше? Вот Ну и потом Да, были какие-то минутные сомнения Что не сделаем ли мы такую фитюльку Потому что Ну это была глыба такой проект А тут всего лишь вот люди в костюмах, которые поют Но на самом деле Они создали действительно такой Такой интереснейший весомый материал Который абсолютно самооценен То есть вот можно Можно ничего не играть Просто петь И все понятно Я помню Самый Еще на этапе На этапе кастинга Они только-только Там отбирали актеров И чтобы ну как-то заинтересовать И люди понимали во что они ввязываются Они нас посадили Человек 15 в офисе И поставили демоверсию Которая была исполнена Там вот небольшой группой актеров Кстати Петя принимал участие в демоверсии Лида Макс Новиков Ну и так далее И так далее И когда я услышал первый номер Пристань Я понял что Все надо бросать Чертовой матери Все вот Халтуры Извините Детский музыкальный театр И так далее И так далее Семью Ну тогда я еще не знал Да что в общем С семьей тоже Будут проблемы напрягивать Вот Ради этого материала Ну наверное Я даже и сейчас Могу все бросить И окунуться Если это снова начнется Ну что Кто готов задать вопрос Без микрофона можно Да Ребята знаете Не не надо Ребята знаете Мне там Я вот Там не слышать Жизнь там столкнулась Там не слышать Это был тоже Да И на улице Я фотографировал Небольшую группу Причем были даже Дети там Вот С большим Синим флагом С белыми буквами Норд-Ост Тогда для меня Было загадкой Что-то необычное Что-то появляется И спасибо И Иваченко с Васильевым И вам всем За то что вы Это сделали Но вопрос у меня К вам такой Какое ваше Каждого в отдельности Личное Какое ваше отношение К этому проекту К тому что вы В нем участвуете Что он для вас Спасибо Ну во первых я отвечу На самую первую часть вопроса Дело в том что действительно Мы Действительно я Мне повезло Я тот человек Который действительно летал На Северный полюс И Был я там с Екатериной Гусевой Исполнительной Исполнительной Исполнительницей Главной роли Саня Григорьев Ой Саня Григорьев Как-то Я был на рыбалке Все объясняешь Вот И собственно говоря Там было И Иваченко и Васильев Четыре дня Незабываемых Вообще просто Потрясающие Четыре дня В температуре Минус сорок Очень здорово С туалетами на улице Ужасно Вот Нет Ну правда было очень хорошо И второй так сказать вопрос Ну я очень рад На самом деле Хочешь не хочешь Я попал в историю Как и все ребята Которые здесь В историю Потому что Это исторический мюзикл Очень Очень Наш Российский Очень масштабный Един Действительно единственный Пока такой Ну привозят мюзикл Но они все привозные Оттуда Издалека А это наш Российский Поставленный на На нашей сцене Нашими ребятами На нашем произведении Так что Извините Да пожалуйста Дети меня спрашивают Вы вчера на концерте Все время Руку прикладывали Да Да Нет Ухо здесь ни при чем К сожалению Я вот даже сейчас Себя лучше слышу Чем там на концерте Потому что Я глухой немного Да я так Это у меня свой динамик А вы помните У Каверина Саня Григорьевна Я вам подскажу Вот этот секрет На самом деле Когда ты плохо слышишь себя Это ну Знают только вокалисты Когда ты подставляешь Ладонь коклу У тебя звук От ладони Отражается Идет в ухо Я себя слышу У меня просто Свой монитор Понимаете Я его с собой вожу Иногда включаю Для меня Нурдост Вот Огромная часть жизни Которая Ну определила Все Дальнейшую судьбу Все В общем Вы знаете У актеров Очень много кастингов Это Это такие Приятные Приятные Периоды Туров Туров Да Что-то другое Как бы И так Как ты себя держишь Для многих Для многих Для многих Я помню Как бы Я понимаю Я понимаю Что он действительно Для меня Стал судьбоносным И Васильев Надо отдать ему должное Он Он понимал Какую махину Он создает И каждый человек В хорошем смысле Должен был быть Абсолютно надежным Винтиком И Помню И потом Так сказать Его Его коллеги По По компании Менеджмент Пиар служба Рекламщики Они говорили Что он очень Внимательно Смотрел Как бы Подбирая человека За человеческими качествами И Были Буквально единичные люди Которых Как бы Которые уходили Потому что Они Он понимал Что они будут таким вот Неким разлагающим Элементом И наверное Поэтому Вот Ну вот Какие то Он Собрал удивительный коллектив Это была такая Спайка И поэтому мы до сих пор Собственно остались друзьями А Для многих Он стал судьбоносным И в семейном плане Потому что Собственно Моей супругой стала Елена Маленкина Бывший рекламный директор Компании 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 Я думаю что Мы Мы Сделаем Сделаем паузу Давайте мы споем Давайте 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 Сейчас Буквально Мы один небольшой номер Своем Как Лида обещала Как Лида обещала Вчера Мы споем Некоторые номера Которые не прозвучали На большом концерте И один из самых Трогательных номеров Это урок речи Когда Иван Павлович Кораблев Только что проводивший В Москву Поезд со своей Возлюбленной Он встречает немого Саню Григорьева Убитого горем У которого Папу только что арестовали А у него вот доказательство Сумка С письмами почтальона Но он немой Он не может ничего доказать Урок речи Это очень выгодная партия С утра Очень можно петь В принципе Сейчас услышите Друзья 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 Единственное что можно петь Эй капитан Чего раскис Что за беда Откройся Откройся Ну не молчи Ну поделись Давай скажи Не бойся Да ты похоже Не умеешь Прости моряк Беги домой Постой Но слух то ты имеешь И все что слышишь Разумеешь Так ты лентяй А не немой А как же ты своих матросов Предпури сможешь ободрить Не плачь моряк Я знаю способ Простой Но очень верный способ Научиться говорить Запомнить нужно пару фраз И повторить сто тысяч раз И если только повторишь Наверняка Заговоришь Послушай ПЕСНЯ 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 Запомнил? Хорошо ПЕСНЯ ПЕСНЯ Нет 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 Треть Не получилось Треть ПЕСНЯ 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 Мы пока разберемся с фонограммами. Со сцены урок речи связано самое радостное такое актерское воспоминание. Мы не удержались от соблазна, чтобы не устроить под закат проекта зеленый спектакль. Для тех, кто не знает, это когда спектакль играется уже достаточно долго, в том числе и в репертуарном театре. Актеры начинают незаметно для зрителя шутить на сцене, раскалывая друг друга, чуть-чуть меняя текст. То есть спектакль начинает жить своей жизнью, вторым планом. Иногда это превращается в такой балаган, когда зритель уже немножко не понимает, про что пьеска. Но мы уже сердцем приросли к этому проекту, с большим пиететом ко всему этому относились. И поэтому мы решили очень осторожно с темой зеленого спектакля обойтись. То есть, чтобы зрители не чувствовали себя полными идиотами. Поэтому все шутки были такие в рамках. Исключая, пожалуй, пионерского лагеря, который устроила детская труппа, на сцене вокзал, где провожают Саню Григорьева. Менеджер труппы вызвал всю детскую труппу, одел их пионерами. И они закольцевали, они сосадились в вагон, такой бесконечной чередой просто. Катя Татаринова, которая прибежала провожать Саню Григорьеву, переоделась геологом. Ну, потому что по тексту она говорит, я буду геологом. В коммунальной квартире у Вальги Жукова вместо двух детей, маленького очкарика и грудного ребенка, появилось четыре. И это был клинч, потому что в тексте было только два детских имени. Мне пришлось по ходу еще сочинять какие-то имена. Совершенно неожиданно, да? Для тебя. Да. Но это все ерунда. Это все была ерунда. Гран-при зеленого спектакля взял Петя, который не делал ничего. Он не камиковал, он не менял мизансцен. Он, склоняясь к этому несчастному бедному мальчику, который по роли не мой, он просто спел ему другое четверостише Александра Сергеевича Пушкина. Выпьем, добрая подружка бедной юности моей и так далее. Хорошо, что у мальчика не было микрофона, он просто офонарел. Что он сказал, Петя? Он спросил, дядя Петя, что ты поешь? Мы, к нашему сожалению, этого не видели, потому что мы в это время лихорадочно за сценой переодеваемся из грузчиков в торговцы у Блашиного рынка. Но потом нам рассказали, что музыканты, которые знали, что идет зеленый спектакль, они вот так вот выглядывали из ямы. И скрипачи, просто глисондируя по грифу, сползали под пепитры. Ну, Лидия, постой, здесь. Песня. 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 И даже здесь Петя не удержался И вместо отцу спел Алсу Вопросы? Пара вопросов Андрей, как я понял, здесь успел уже поймать Пять рыбок Два вопроса в таком случае Андрею Один вопрос Андрею А остальные все есть один труд Андрей, что были за рыбки, кто подсказал Как вам рыбалка, собственно говоря, на Волгу И вопрос всей труппе А что вы за это время Находение на груши успели сделать Андрей поймал рыбку Кто-то, может быть, что-нибудь еще интересное успел натворить За это время Спасибо Какая-то тема особая Интимный очень вопрос Ну, я могу сказать, что я еще тот рыбак На самом деле, я хожу исключительно ради того, чтобы просто найти крючок Нацепить туда червячка Я очень, думаю, с большим это делаю Каким-то, знаете, наслаждением Бедный червяк Но тем не менее, я Ну, люблю я просто поймать пару рыбок, не больше Я не сильный рыбак Они маленькие Окушки Латвички Такие, знаете, маленькие Ну, приятно А рыбу они съели сами с Кузнецовым? На самом деле, нет, нет, нет Рыбу съел, конечно, как всегда, наш подлец Потому что Ну, надо рассказать Мы пошли вместе с ним Как всегда на рыбалку Мы, ну, типа, друзья, типа враги Он пришел и первым же делом сломал себе спиннинг Просто забросил с первого раза за траву и все И пах И дальше по Волге шли какие-то странные реплики от него Вот, я смеялся очень долго Но тем не менее, я ловил рыбу Понял, что, а, все удочки его Удочка и спиннинг Спиннинг он сломал, удочка ловил я В итоге я ему уступил Ну, кто после этого должен играть положительный герой, да? Я ему уступил, значит, эту удочку Потом ушел спать А он ловил и в итоге всю рыбу и съел Все, что я поймал Ну, такой, да Нет, очень хорошо Здесь очень здорово Для меня это просто сюрприз Я очень хотел вырваться на природу И, честно сказать, я в восторге Я и понимаю вас Вчера Андрей сказал, что у него культурный шок Да, да, у меня был действительно культурный шок От воздуха, от всего Пригодите А, я не пью еще Я очень скучный в этом плане Показание для коллеги Кто еще что-то говорил? А я сразу, чтобы не... В смысле, я ничего не творил Я не пью Но некоторые Да, да, я съел рыбу главного героя Но дело в том, что я на эту рыбалку Его звал еще в Москве Я сказал, Андрей Возьми удочки Зачем мне удочки? Я не буду брать удочки Я рыбачить не собираюсь Сказал он Да, вот я именно сейчас его размажу В итоге Что вы думаете? Пришли мы сегодня утром На рыбалку Я сломал свой спиннинг И он рыбачил моей новой удочкой И все рыбки были пойманы Моей новой удочкой Вот так А вообще, на самом деле Наверное На самом деле он мне говорил Как в анекдоте Знаете, говорит Поймай рыбалку Только что, удочки не брать На самом деле мы с ним его не пьем Не употребляем Вот Я хочу сказать следующее Что Я лично я Ну и как и все остальные То, что я слышал Мы на самом деле Не ожидали того Что мы здесь увидим Вот этого масштаба На самом деле Никто себе не представлял Ну вот Видишь, вот ты представлял Я себе не представлял Ну что такое Ну барды, да Собираются барды Они играют на гитарах Хороший А я что, плохой? Они играют там На поляне Сидят Ну, как по палочке Но то, что это вот Вот такая площадь И то, что это Собирается столько людей Талантливых в одном месте Мне кажется, все барды Потому что сегодня В 4 утра Мы с ним шли на рыбалку Извините, пожалуйста В 4 утра шли на рыбалку И знаете Все поют Все под гитару Громко Все хранится В 4 утра Серьезно, серьезно Как я рад Что я у него отобрался Еще кому Будьте снисходительны К этим репликам Театр И вот этот мир Это совершенно Две не пересекающихся вселенной Абсолютно Теперь пересекающихся вселенной Теперь пересекающихся Вопрос Да Дорогие друзья Можно сейчас Одну реплику тоже Мне кажется, что надо Завтра собрать Ребята опять И уже поговорить О том, кто что натворил А, да? То есть В принципе Сегодня тогда все расскажем Что вы хотите Что вы хотите, чтобы натворили Давайте так Хочу вернуть вас опять В Норд-Ост От этой темы Проект был очень жесткий Внутри Условия работы актеров Были просто Ну, такими Очень тяжелыми Да Во-первых Расскажите А во-вторых Никогда не возникало Желание Впросить И Потому что Из вас нажимали Просто Откуда у вас Такая информация? Записочка Я думаю, что Многие об этом знают Это действительно Это не Так, записочку Кому-то Или можно ее Представлять? Кому-то Кто-то передал Давайте про жесткие условия Все-таки поговорим Откуда информация Просочилась Возможно В общем-то Она не просто так Я попробую На самом деле Вот на тот период 2000-2001 год Это были первые Мюзикальные проекты То есть Первой ласточкой Был метро В театре опереты Которую вставил Юзефович Поляк Потом какие-то Ну вот такие Сиюминутные проекты И потом Возник метро Это был Громадный кастинг По сути Такого понятия Актер мюзикла Вот в России На тот момент Не существовало То есть Были Были люди Заканчивающие Факультеты музыкального театра Были академические вокалисты Были Поющие Драматические актеры И Вот Из всего этого Как бы Предложенного жизнью Ивашенко И Васильеву Приходилось Искать людей Просто вот Под лупой Рассматривая Потому что Ну как бы Есть такое понятие Синтетический актер Как оказалось Что это не так просто То есть Вот человек Который может Абсолютно органично Одновременно Петь Танцевать Как говорил Васильев Дрыгать ножкой Что-то Играть лицом И Тому Играет музыка Тому Играет музыка Думали, прежде чем подписываться на все это, как это будет и вообще возможно ли это. Кто-то отказывался, потому что для кого-то на тот момент разрозненные работы были важнее. Оказалось, что это действительно достаточно тяжело с одной стороны, потому что действительно каждый день одно и то же, один и тот же спектакль. И человек, существующий на одной роли, на главной роли или ансамблевая линейка, то есть это вот одна и та же роль, казалось бы, для традиционной актерской школы это скучно. Но, как потом выяснилось, спектакль настолько был огромный, что одинаковый спектакль просто невозможно сыграть. То есть каждый вечер... Каждый вечер... Что? Неправда, я не вру, я вообще врать не умею. Вот. Каждый вечер можно было внести что-то оригинальное, что-то свое, что-то... Как-то вот в рамках... Знаете, я люблю выражение, чем жестче рамки, тем тоньше краски. Вот. То есть вот можно было каждый вечер привносить что-то свое, что-то оригинальное. Вот. И поэтому, с одной стороны, было тяжело, но через полгода по окончании проекта сменилось 4 актера, но не потому, что вот кому-то разонравилось, кто-то устал. Просто у людей какие-то дела параллельные появились, и для них вот, ну, какой-то некий другой шаг стал важнее. А остальные просто даже не раздумывали оставаться, и нет, это было само собой разумеющееся. Мы танцевали в шубах и с натуральным мехом. А на сцене было вот 60. Понимаете, под сахитами. Хорошо, да. Васильев основательно подходил ко всему и не скупился на оформление спектакля ни в чем. То есть, да, в том числе и на костюмы. Маша Данилова, замечательный художник по костюмам, она сшила все из натуральных тканей. То есть если пальто, оно было драповое, если шуба, это была, ну, буквально, по-моему, даже натуральная шерсть. И все бы ничего. Ну, правда, художники театра не скажут, что этот натурализм нафиг никому не нужен, потому что со сцены это не разглядишь. Но для актера, конечно, это было важное ощущение. Отрицательной стороной того было зимние сцены, которые танцевались. Там были такие зубодробительные танцы, например, в сцене «Новый год». Люди выползали просто мокрые с этой сцены, конечно. Поэтому особой любовью этот номер, например, не пользовался. Ну, «Злашиный рынок» тоже в мехах. Так, давайте спою. Самое интересное, что номер «Новый год» выезжает трамвай в натуральную величину. Из трамвая выскакивают беспризорники. Я стал миллионером. Братенький. Владею я несметным количеством нулей. Старинный вид приличные манеры. Иду гулять по скверу, Искать случайных привилей. Ай-яй! Купим, браздай! Кого бы осчастливить миллионам? Купить коробку спичек Эль пару под пирот. А можем взять в лакон, атиколону. Мадам, прошу пардону, Возьмите взад ваш куборос. Ай-яй! А я миллионер, и ты миллионер, и он миллионер. Мы все миллионеры, пока товарищ милиционер, Нас не подгонит вдоль по скверу. Пока товарищ милиционер, Нас не подгонит вдоль по скверу. Зачем, кошечка, если нет кровати? И если нет рубашки, На кой мне кружева? А может, нам на бублик денег хватит? Ну, это как богатит, Может, хватит и на два. Ай-яй! Кустик, бродяй! Да, дроснует страна миллионером. Сучка! Где временные беды Пережимаем мы. Дай бог нам до начала Новой эры. Весков, кузка, холеры. И ряд какой другой чумы. Ой-ой! Да, боже мой! Да, я миллионер! И ты миллионер! И он миллионер! Мы все миллионеры! Пога, товарищ милиционер! Нас не подгонит вдоль по скверу. Пога, товарищ милиционер! Нас не подгонит вдоль по скверу. На снег подходит только по скверу. Какие, может быть, сложности в этом? Поэтому вопрос продет, если ли восстановлен проект. Будет ли восстановлен проект? Я так понимаю, что в том первоначальном виде, да? Значит, к этому есть масса препятствий. Экономического и, так сказать, ну, вообще, и политического характера. Что уж греха таить. Поэтому, скажем так, проект... Не надо, не надо. Ну, понимаете, слово Мурдос ассоциируется у властей с их, так сказать, неудачей. Мягко выражать. Вот этого достаточно для того, чтобы проект не пустить вот в таком виде. Понимаете, передвижная версия была саботирована и закрыта по этой причине. Больше эту тему озвучивать не будем. Спасибо. Спасибо за вопрос. А что касается восстановления, экономические причины, это все-таки первое, скажем так. Но сейчас есть идея у продюсеров этого мюзикла, у авторов, продюсеров и правообладателей с другим названием восстановить этот спектакль, ну, как бы передвижную его версию, немножко упрощенную. И в смысле художественного оформления, в смысле машинерии, там не будет этих всех сложных всяких вздымающихся льдов. Ну, самолет-то сядет, это несложно. В тот момент. Это был самый дорогой театральный проект в России. Он, да, пока Чикаго почему-то не влял, не в 5 миллионов. У нас 4,5 миллиона долларов было заявлено, как бы весь бюджет мюзикла. А Чикаго 5. Вот так говорили. Ну, ладно, это все, это неважно. Проект в том виде, в котором он существовал, восстановлен в ближайшие 12 лет не будет. Закрываем тему. Скажите, пожалуйста, ваш спектакль был вехой не только для вас, этот спектакль был вехой вообще для всей страны. И вчера вот эти чувства опять как-то вот возродились, и это чудесный спектакль, и патриотические чувства нам всем очень нужны. Спасибо вам большое. У меня вопрос знаете какой? Меня интересует, вот вы же артисты, и кто-то закончил музыкальный факультет Гитиса, и вы в этом спектакле пользовались своими теми учебными наработками? Или у вас был вокалист? Или вообще, вот как вот эта вокальная сторона? У вас великолепный танцер вместе. А вот вокальная сторона, кто занимался ей? Это вообще немножко расширенный вопрос. Действительно, артист-мюзикл — это, в общем-то, не совсем наша история. Здесь, да, в общем-то, нужна особая подготовка, которой у наших артистов многих нет. Вот хороший вопрос. Вы знаете, может быть, я в разве сейчас скажу, дело в том, что, как правило, на такие проекты берутся артисты, вокалисты, уже готовые, понимаете? Которым, нет, которым, как бы, которым нужно, понимаете, нужно партию впивать. То есть в любой партии, она, вот там есть сложность определенная, есть там переходные ноты, высокие ноты, какие-то, понимаете, связки. Это все нужно, да, низкие ноты вот для басов, понимаете? Это дно брали изначально в такие, как бы, вот такого уровня проекты, и за рубежом, и у нас везде берутся уже вокалисты готовые. Для этого и нужен кастинг. Понимаете, да? Определенные параметры. И поэтому у нас были педагоги по вокалу, у нас были, конечно же, потому что в любом проекте, ну, как бы, в любой серьезной музыке есть для исполнительной моменты, которые они до премьеры и, включая последующие спектакли, не обслуживают. В том виде, в котором написано композитором. То есть, грубо говоря, не справляются. Ну, да, между нами, да, никому не расскажете. И поэтому педагог по вокалу, он работает как, ну, как консультант, как тренер. Как тренер, играющего в футболистов, уже играющего в сборную. Понимаете? Простите, пожалуйста, а можно дамам передать микрофон, а то мы молодые люди. Они настоящие. Ответ меня свежее. Ответ меня свежее. Ответ меня свежее. Ответ меня свежее. Я согласна со всем тем, что сказали. Вы вообще великолепны были. Вы, после которого вы все вышли и сказали, нет, вот все, ни у кого, никому не было внутри претензий трубка. Вот когда наступил тот момент, когда вы поняли, что это состоялось. Это и день премьеры. Это и время. Это и дневного показа. Каждый день так было. Сложно сказать, чтобы это был какой-то один день такой, когда все в едином порыве. Это большая редкость. Вот после премьера, в этом прошло времени. После того, как вся трубка внутри сказала, что это вот... Я думала, что это было написано. Это первое прослушивание, то, что Вика говорила. Да, абсолютно. Это первое прослушивание материала. Нет, я не понимаю, что вы на сцене показывали, не для себя. Вы знаете... В этом плане очень хорошо, да. Как всегда, я схватил вовремя. Васильев очень... Даме? Все, все, не вопрос. Той даме? Нет, это не дам. Васильев очень хорошо сказал на нашем первом показе. Вот мы вот эту концертную версию показывали. Он вышел на сцену и сказал, странно. Я думал, что Норд-Ост это самолет, что это трамвай, что это декорации, что это костюмы. А тут, оказывается, и люди есть. На самом деле, это он, конечно, юморил, но на самом деле так оно и было. Проект был сразу продуман так, что он будет играться. И процентов, ну, я не знаю, процентов 70 того его успеха уже было обеспечено. Несмотря на то, как будут актеры... Как они будут себя выглядеть, как они будут себя чувствовать, как они будут готовы к игре. Там все простроено. От и до, от начала до конца. Но при этом актеры, конечно, к ним был жесткий отбор, было жесткое требование. Был тренинг, который постоянно был параллельно с постановкой. И шел тренинг, как танцевальный, так и вокальный, так и все остальные. Поэтому, да, утрига... Вы смотритесь как единый живой организм. Да. И даже не сразу приходит понимание, сколько за этим стоит труда. Скажите, пожалуйста, у вас не кинет. У нас был совершенно гениальный оркестр. На тот момент они ангажировали лучших музыкантов Москвы в качестве дирижера, который репетировал, помогал в аранжировке, что-то правил по ходу. Уже в живом оркестре был Ара Карапетян. Это гениальный дирижер театра Станиславского. Сейчас он, по-моему, чуть ли не директор его, да. Совершенно гениальная Татьяна Солнышкина, которая, ну, ее уже называют, несмотря на возраст, бабушкой русского мюзикла. Начиная с Иисуса Христа в массовете, все мюзиклы, все клавиры мюзиклов прошли через ее руки. И музыканты, у нас, конечно, очень теплые были отношения с музыкантами, и они следили за каждым спектаклем, что-то смотрели из ямы. Я хотел еще сказать про детскую труппу. Это такой приятный момент вообще для всех. Жаль, что здесь их нет. Труппа была порядка сорока с лишним человек, потому что детских составов было три. Они менялись, им надо было учиться, да. В какой-то момент они начали вырастать. И там маленькая, совсем маленькая Катя начинала играть роль Кати-подростка. Соответственно, на самую маленькую Катю добирались какие-то девочки. Для нас самое приятное, что они были, они совершенно болели просто этим спектаклем. И театром в том числе. И я боюсь соврать, если не каждый второй, то каждый третий. Нордостик, мы их так называем, они поступили в театральные вузы. И сейчас снимаются в кино, играют в самых знаковых театральных проектах. Там у Кирилла Серебренникова, еще где-то на винзаводе. Вот, то есть люди просто, ну, благодаря Нордосту посвятили себя еще и те... Винзавод, я имею в виду, как театральная площадка, да. Это как модная театральная площадка, да. В общем, они стали полноценными коллегами нам. То есть они наши коллеги, мы с ними работаем даже на одной сцене. С некоторыми вузами. Как проходил кастинг детских коллективов? Кастинг, это, понимаете, кастинг детских коллективов происходил не с нами. Как? Да, с нами был взрослый кастинг. А там нужно, вам нужно, это вопрос не нам. Это там есть специальный человек, был специальный человек, который работал с детьми и, так сказать, проводил эти кастинги. А она с кастингом очень был. Что ж ты туда стыкаешь? Валерий стыкаешь. Да не дам я ей микрофон. Не дам я ей микрофон. Да, я стою на счет. Дайте плетиться. Давайте споем. На счет того, что вы говорили, что мы выглядим как единый организм. И на счет того, как раз, что значит для нас Нордост. Я хочу сказать, что мы не пили Нордост вместе, вот этой компанией, почти, наверное, 9 лет. А потом мы собрались, и Нордост в нас так и вошел. И мы его взяли. Дайте мне микрофон. Вы играете в театру на Таганке? Вы играете как? Вы драматите? Ой, ну скажите. Мирочка, поговори наконец-то. Да, я являюсь актеристой театры на Таганке уже лет 15-16. С детства. Она небольшого размера. Я играю в нескольких спектаклях в театре на Таганке. Еще я работаю в театре Луны, тоже играю в несколько спектаклей в театре Луны. И вот на время Нордост мне даже пришлось взять Академ-отпуск в театре на Таганке, потому что это было условие продюсеров проекта, чтобы артист и премьерный состав нигде больше не играл ни в каком театре. И Юрий Петрович Любимов на тот момент пошел на это и отпустил. Моему сыну уже 7 лет, он закончил первый класс. Фамилия его Иван Золотохин. Фамилия его Иван Золотохин. Фамилия его Иван Золотохин. Мне кажется, сейчас рождается новый жанр сегодня, да? Мне кажется, вот такая концертно-театральная такая вот разговорная версия. Давайте покажем номер, который вот просят показать. Мы его не показали вчера, там же время было ограничено. Это знакомство со школой. Иван Павлович Кораблев приводит маленького Саню, директора школы. Кто играет в Саню? Вы. Я? Субтитры делал. А ты Кораблев? А кто? Значит, там еще двое маленьких детей. Ну-ка, я же вас предпочитаю. Да, да, да. А, микрофон возьмите. Нет, сядем все вместе, чтобы я тоже поможил. И споем директора школы. Самый любимый номер Петра Маркина, он очень любит этот номер. Но ссору я люблю больше. Директор школы, лауреат премии «Золотая маска» за роль Николая Антоновича Юрия Массихи. Люблю. Да, хороший номер. Ой, как интересно. Такой добрый Николай Антонович впервые, потому что Марью Васильевну привез в Москву. Нет, мне изначально непонятно, как такое вы могли себе позволить. Так мне чрезвычайно неприятно, что сие вообще возможно в нашей школе. А знаете ли вы, что все злодейства, подлые предательства и фарисейства Так же начинались вроде бы пустяшных, неминных, мелких действий. Ибо, как известно, как отоку вязк всей птичке пропасть. Ну все. Крыса, ну, Рокки, это дерзость. Ну-ка, Ромашов, поведай нам, давай-ка, как организовал ты эту мерзость. Что вы, Николай Антонович, это валька. Ах, так это жука в крыс приносит. Это полхомяка и не крыса вовсе. Можно ли терпеть подобный вандализм в школе коммуны? Мы спросим и ответим строго, без обиняков. Вы разрешите? Да нельзя. Ой, здравствуйте. Входите, я не вам. Простите ради бога, только что на улице я встретился совсем случайно с мальчиком, которого в Архангельске я знал немного. Он был от рождения и не был. Да-да, весьма печально, Георг. Верно, но сейчас он говорит не хуже нас. Он научился, посмотрите, это чудо. Ну-с, мой друг, уж раз вы научились говорить, так расскажите же нам, кто вы и откуда. Ой. Меня зовут Григорьев Александр, живу я на вокзале, и я круглый сирота. Все, 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 мне все понятно. Крыса на уроке, вам за хулиганство три наряда. Крыса на уроке. Вам за хулиганство два наряда. Крыса на уроке, значит, так вы двое. В комнату заведующего складом отведите прибывшего к нам героя. Пусть его тянут и обуют. Да, вы не ослышались, его беру я. Пусть ребенок лучше учится у нас, чем на вокзале ворует. Крысу утопить. Постойте, кораблев, я задержу вас. Чуть-чуть. Да, я педагог, и мне понятно, жгучее желание помочь всем сразу, но мне чрезвычайно неприятно. Брадики без направления на роб разовы, же только за нынешнюю осень привели таких, как он, примерно. Осень. Можно ли так вести себя учителям у школы коммуны? Мы спросим и ответим твердо, без обиняков. Вы извините, нельзя. Садитесь. С друмят пастытью, с друмят пастытью, с друмят пастытью. Она же играет. Какая прелесть. Слушайте, на театр в театре уже. Вопросы есть еще, дорогие друзья? Какая прелесть. Мы вас держим на коротком поводке. Ребята, пришлось слушать в свое время мюзикл «Кошки». «Там дух Бродвея». Я вот почему, Лида, говорит больше ни слова. Я хочу сказать, вот ваш мюзикл, то, что это шедевр, это понятно, но это, если «Там дух Бродвея», тоже, знаете, идет не одно десятилетие, это уже, да, абсолютно, точно. Это вот подтвердят многие. Ваш может идти несколько десятилетий-десятилетий спектакль, если он будет разрешен. Я думаю, ну это безобразие, конечно, то, что его кусками мы слушаем. Просто безобразие. Вот, вы там в Москве-то, ребята, ну что, давайте мы поддержим через интернет, через что угодно этот спектакль. Однозначно надо установить, наплевать на них. Им там неудобно. Нам удобно. Спасибо вам за ваш оптимизм, за вашу поддержку. Мы, конечно, тоже верим в то, что спектакль возродится, тем более, что вот у нас и герои подросли как раз до того. Я как раз сыграю Николая Антоновича. А Мазихина мы уволим. Дорогие друзья, раз у нас так все весело, и такие перепалочки, давайте коммуналочку споем. Давайте. А еще секретар. Микрофон будет у тебя. Давай без микрофона. В один микрофон. Ты кричишь, беда. Я держу. А-а-а! Московская коммуналочка. Это национальная и шумная. А-а-а! Что за крики? Что за лоб? Что такое? Это длинное вступление. Что длинное вступление? Молодец. Молодец. Своем-своем. Все за краску. Это подвигается коммуналка. Себе идут с полотенцами. А у Вальки Жукова дети увлекаются биологией. И понятное дело, что их питомцы, крысы и мыши разбегаются по всей квартире. И вот такая мышь напугала, напугала нашу Иру. А-а-а! Что за крики? Что за лобли? Что случилось? Там в уборной, там такое приключилось. Захожу из унитаза, на меня глядят два глаза. Я чуть пыла, говорить не разучилась. Это Жуковы, их проделки. Черепахи. Крызы. Белки. Развели в квартире, понимаешь ли, зоопарк. Устроили бельварий для собственных мышей. Уймите ваших тварей, они разносят в шею. Так это же не мысли, а просто хомячки. А то, дяди Миши, из баки, все очки. Заучатся в миры, все тапочки погрыз. А там, а там вашей пейс. Пластира вам не место для замок и самцов, А место для порядочных жертвов. Вот мы возьмем, да и напишем, Что вам придет, товарищи, правда. Так и вы, и ваши мышцы, За все ответите без дудон. О, звонят. О, не удивлюсь, если это такие еще завали. Саня, Валька, Кира Саня, ты смотри, я думал, летчики с усами Это кто? Неужто ваши? Просто копия Папаши и как мама с конопатыми носами Это Саня, это Петя Просто спели они, дети Развели в квартире, понимаешь ли, зоопарк Что вы, что вы, прелестные дети Извините, товарищ пилот Но похоже у нас в туалете Кто-то очень опасно живет В ситуации полной травизма Нужно срочно его укротить И со свойственным вам героизмом Не могли бы вы хоть воду спустить Легко Что за мерзость? Вы не бойтесь, он хороший Что за мерзость? Я вам дам подругу твой Этот вид недавно вывели Китайцы Кушай так А ловить он симпатичный Наверное, кубичный Да потому что тараканами-то питается Все, все, все Не болите все Заботы Но товарища Пилота Слушайте, он устал с дороги Дать человек немного отдохнуть У тебя в комнате где-то? Двигались Ну, как жизнь? Зашвем помаленьку Коптим атмосферу Мы в порядке Смотри, скоро старший пойдет В первый класс Ассистент Николай Антонович Вот тебе раз Кстати, Катя и он Ну да ты уж, наверное, слышал Что? Ты давно ей звонил? Я вообще не звонил ей с тех пор Что? Девять лет, девять лет У тебя просто съехала крыша Ай-яй-яй-яй-яй Что? Что-то девушку долго томить Извините, что лезут в чужой разговор Но По полам завязано Дать маленький совет Звоните, не стесняйтесь Вы парень хочешь куда? Похоже, вы боитесь И вовсе даже нет Они не дают Вот это тебя Только пора И не тяните Ведь вы герои Вы родины, а вот И если вы Не позвоните То подойдете И весь раз уже год И тяните Не тяните Не тяните Не тяните Ай, молодца АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Давайте, пока у нас есть небольшая пауза, быстренько зададим вопрос. Из-за такой немножко грустной темы для вашего проекта, скажите, как вы пережили печальное событие захвата на ГОСТа, лично для каждого и для проекта в целом? Вроде мы договаривались, что мы эту тему не поднимаем. Вы знаете, да, это тема особая, и, в общем-то, наверное, этому можно посвятить совершенно отдельную встречу, и не здесь, и не при таком настроении. Да, правильно я понимаю? Да. Пожалуйста. Давайте. Мне просто интересно, какое было произведение, может быть, конкурентом, да, почему именно два капитана было выбрано? Наверное, вопрос к авторам, да, которого здесь нет. Да, это вопрос к авторам, ну, я этот вопрос исследовала, я очень подробно их пытала. Значит, когда речь зашла о том, что, вот, «Мизерабль», да, это был образец, который в голове у Ивашенко и Васильева был как отверженный, да. Отверженный, да. Значит, они решили сделать такой же эпический мюзикл и стали искать сюжет. Четыре месяца Алексей Игоревич Ивашенко в Ленинской библиотеке, зарывшись, значит, с головой, искал что-то из русской классики. Искал, искал, потом плюнул искать что-то ему. Причем о два капитана было в первых, в первых, вообще, рядах то, что пришло в голову. Но его отложили в сторону, потому что решили, что такое произведение эпическое, сложное и с такими, с огромным количеством сюжетных ходов, линий и так далее, и перипетий невозможно впихнуть в трехчасовое представление. Они так для себя решили и отложили его. И даже придумали, знаете, оригинальный сюжет собственный о первых летчиках российских. Уточкин, Зверева там, они придумали вот про авиаторов сделать мюзикл, свой оригинальный сюжет. С любовной историей, с героической историей, и даже стали его разрабатывать. И, между прочим, номер летчики, который мы сейчас для вас споем напоследок, он был придуман именно для того вот того мюзикла, который был посвящен первым авиаторам, когда вот этот вот летчики, бьющие степ на фоне самолета были придуманы тогда. В конце концов вернулись к двум капитанам, потому что это произведение, оно вне конкуренции. Здесь есть все для того, чтобы сделать спектакль, который вызывал бы в людях сильные чувства. Любовь, ненависть, предательство, трагические события в нашей истории, революция, Великая Отечественная война, героизм, подвиг и, в конце концов, победившая любовь. Дорогие друзья, мы будем заканчивать нашу встречу и споем для вас номер, который вообще знаменит. Очень знаменит. Летчики, летчики, крыло мое, будьте вместе с нами. Давайте без микрофона. Давай, давай, давай. Хорошо, пять раз перевернуться и на опасном вираже, благополучно в землю не воткнуться, хотя, казалось бы, уже пилоту в небе море по колено, не удержать его ничем, готов летать пилот в четыре смены, хотя, казалось бы, защит. Я чисто в поле выйду по утру линиво, в труду винтом, вильду хвостом, и заволнуется встревоженное ливо под ветерком. Зверь от машинок, прочихавшимся мотором, уйдет земля из-под нее, и обопрятся небесные просторы. Крыло мое, крыло мое. Пилот живет подобно вольной птице, всегда не там, где жил вчера, и он не спешит с семьей обзаводиться, хотя, казалось бы, пора. И при нехватке денежных ресурсов, вот не растеряется пилот, он не забьется с правильного курса, хотя, казалось бы, вот-вот. И от чистого поля выйду по утру линиво, в труду винтом, вильду хвостом, и заволнуется встревоженное ливо. Ну а потом, ну а потом, ну а потом, ну а потом, забьются галки, отчемлившиеся по страху, и разлетится воронье, и всю планету поразить своим размахом. Крыло мое, крыло мое, крыло мое, а под крылом моя земля, а под землей руда. А из руды моя страна дает металл, чтоб в самолете я летал, дает металл. Вокруг леса, вокруг моя, моя земля, моя краса, мое жилье, а под землей, ой, могучее крыло мое, а под землей, а под землей, ой, могучее крыло мое. Крыло мое, 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 крыло мое АПЛОДИСМЕНТЫ С каким-то еще вариантом концертной программы? Есть такие мысли? По крайней мере, мне кажется, вас уже ждут. Мысли есть. Мысли есть. Ну что, будем надеяться, что в следующем году мы опять увидим ребят, а может и действительно увидим.